МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новосибирске не хватает чистого воздуха. Воздухо-антициклоны и высокое атмосферное давление мешают воздухообмену. А отсутствие ветра и высокая влажность образуют дымку, туман и изморость. Из-за того, что метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе, синоптики рекомендовали предприятиям сократить вредные выбросы на 20%. Сегодня эти факторы усугубились, и сегодня дано предупреждение и рекомендация о переходе предприятия на режим 2, то есть на сокращение выбросов на 40%. Надеюсь, вы понимаете, что мы не приказывающий орган, мы информируем и рекомендуем. Самая высокая концентрация вредных веществ сажа и углекислого газа сейчас в Центральном и Зайльцовском районах. Метеорологи также обратились к автомобилистам воздержаться от поездок. Туман над Новосибирском рассеется к концу недели. Синоптики ожидают, что ситуация изменится в выходные с приходом циклона, когда увеличится облачность, выпадет снег, и порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Анатолий Локоть поддержал идею перехода стрелок на час вперед. Мэр заявил об этом на очередной сессии городского совета. Городоначальник сегодня выступил перед депутатами с отчетом о работе за прошлый год. В условиях дефицита бюджета удалось сделать не все. В целом же народные избранники отчетом мэра остались довольны, как и планами на нынешний год. Анна Гурьянова с подробностями. 2015-й принес Новосибирску рекорды и успехи в строительстве, промышленности, капитальном ремонте домов. Год прошел под знаком наведения порядка. Впервые за много лет муниципальные предприятия подвергли тщательной проверке. И этот аудит принес свои результаты. Сейчас мы разбираемся с обнаруженными нарушениями финансовыми, договорными, заниженными ставками на аренду. Использование муниципального имущества не по назначению. По итогам проверок мы вынуждены были заменить некоторых руководителей. В прошлом году провели полное обследование парковых зон, благоустроили на Рымский сквер, на очереди сад имени Дзержинского. Был принят важный для города документ – правила землепользования и застройки. В целом, работа за 15-й год оценена удовлетворительно, несмотря на те финансовые сложности, которые испытывает бюджет города Новосибирска, несмотря на то, что мы недополучили денег по собираемости налогов. Начата работа по созданию реестра городских дорог. Точные данные позволят получить субсидию из областного бюджета на ремонт и содержание. Мы предполагаем, что в пределах 200 миллионов. Это самое оптимистичное. Но все-таки это плюс, и ради этого надо провести. Просто провести эту работу. Но для нас эта работа не проводилась. Мы сейчас взялись из-за нее. Хотя мы опоздали, я подчеркнул это в докладе, на несколько лет. Продолжат наводить порядок и в местах нестационарной торговли. Депутаты хотят добиться изменения закона, чтобы без аукциона продлять договоры аренды с добросовестными предпринимателями. Что делать еще с тремя тысячами объектов, которые стоят на городских улицах незаконно, решали сегодня народные избранники. Без сомнения, какая-то часть этих объектов будет узаконена. И средства от аренды или средства от размещения и эксплуатации будут направлены в бюджет города Новосибирска. Какая-то часть будет демонтирована, перемещена. Кроме этого, депутаты решили снизить арендную ставку на землю, где находятся замороженные стройки домов. Обманутые дольщики, которые продолжат строительство, будут платить всего 13% от стандартной ставки. Анна Гурьянова, Олег Макаров, Новосибирские новости. Водители Новосибирска проверяют на отзывчивость. Во время рейда маячок автоинспекторы ловят тех, кто не пропускает машины с сиренами и мигалками. Чтобы проехать в плотном потоке автомобилей, водители пожарной службы или скорой зачастую совершают рискованные маневры, что приводит к авариям. С начала 2016 года зарегистрировано порядка шести дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей скорой помощи. Это очень большая статистика, она идет в плюсе. В течение недели по дорогам Новосибирска экипаж стражей порядка следует за каретой скорой помощи, останавливая нарушителей. Доводы не увидел, не услышал и некуда свернуть сотрудники полиции не принимают. Несмотря на то, что рейд следует и по вполне свободным улицам, нарушителей находятся всегда. Тем, кто не предоставил преимущество спецмашинам, грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от года до трех лет. На уборку городских тротуаров вышла новая техника. Машины специально предназначены для очистки небольших улиц, дворов и пешеходных зон. УАЗик маневренный и компактный. Это позволяет подбираться к самым труднодоступным местам, где бы обычные погрузчики попросту не развернулись. Александр Вяткин увидел технику в работе. Вот эта машина так и посыпает. Это норма, достаточно для тротуаров. Чтобы люди не скользили по льду, как на коньках, Сергей выписывает пируэты на необычной машине. Разбрасывает песок, убирает снег. Свою работу водитель сравнивает именно с фигурным катанием. Только произвольной программы нет, все элементы обязательные. Очистка, посыпка, уборка. В управлении от обычной эта чудо-машина отличается только несколькими кнопками на приборной панели. Именно они отвечают за разбрасывание песка и управление отвалом. Ну вообще, как агрегат, конечно, машина очень хорошая. Простая в управлении, кое-что самому приходилось зарабатывать. Не видно, когда в ночное время то ли сыпется песок, то ли нет. Там пары добавочные ставил. Эта машина – трансформер. Навесное оборудование можно менять в зависимости от сезона. Всего за пару часов из снегоуборочной машина может превратиться в полевомоечную и обратно. Этот УАЗ в Новосибирске единственный. Подобная техника вообще есть только в нескольких городах страны. Эта машина уникальна. За счет своих небольших габаритов она может проехать в труднодоступных местах. Еще одна особенность – задние колеса. Поворачиваются вместе с передними. За счет этого машина может развернуться практически на месте. Несмотря на небольшие размеры, расходного материала с собой необычный УАЗ может отвезти немало. В бункер под смесь сюда входит один и четыре куба песка. Далее стоит шнек, который разгрузной шнек по шнеку. Песок продвигается и попадает на диск, который вращается, разбрасывает пескосмесь на тротуары. Машина стоит на вооружении третьего ДЭВа. В частности, службу она несет на монументе славы. Как появляется наледь, вызываем и посыпаем. Мало доступные, где большие машины не проезжают, вызываем эту машину, и эта машина подъезжает и просыпает. Без этого УАЗа очищать тротуары и разбрасывать песок пришлось бы вручную. Машина незаменимая, поэтому ее часто берут на время и другие ДЭУ города. Александр Вяткин, Денис Савинский, Новосибирские новости. Теперь получить новый паспорт гражданина России можно всего за один день. Правда, только 20-летним и только первым 20-ти обратившимся. Управление иммиграционной службы по Новосибирской области решили провести необычную акцию «Великолепная двадцатка». Молодые люди, которые подадут заявление через единый портал госуслуг, получат документ уже через сутки. У желающих есть четыре дня, начиная с сегодняшнего и заканчивая 20 февраля. Миграционной службе подчеркивают, электронная регистрация при получении документов – это удобно, быстро и просто. Ведь подать заявление на оформление можно, не выходя из дома. Кстати говоря, сама идея привлекла внимание не 20-летних больше. А сегодня вот уже утром подало заявление 36 человек, в основном это 45-летние. Может быть, следующая акция будет «Великолепная сорокопятилетка». Думаю так. У студентов вузов и их техникумов появился новый праздник. Сегодня они впервые отмечают День российских студенческих отрядов. Сейчас в Новосибирске это движение насчитывает несколько тысяч человек. Не так много, как это было, например, в советское время, но постепенно звание бойца студотряда становится все более престижным. Ксения Климина встретилась с теми, кто строил аквапарк, чистил от снега участки одиноких пенсионеров и работал вожатым. Они – бойцы невидимого фронта. Не потому, что результаты их работы не видно, просто они в своих достижениях скромно умалчивают. Бойцы снежного десанта из районов области вернулись с очередной победой. Нашему десанту в этом году пять лет. Это тоже на данный момент феномен. Почему молодежь согласна выезжать бесплатно в неделю, работать не покладая рук, а делать максимально огромное количество дел, причем, вы не поверите, попасть в отряд очень непросто. Это на самом деле большой отбор. Александр – один из тех, кто этот отбор прошел. Студент пятого курса успевает хорошо учиться, заниматься танцами и руководить штабом судотрядов. В акции «Снежный десант» участвует уже в третий раз. В этом году мне запомнился очень сильно десант тем, что мы помогали ветеранам Великой Отечественной войны, помогали ветеранам труда, скидывать снег с крыши, колоть дрова, общались непременно с ними. Движение судотрядовцев в Новосибирске с каждым годом становится все более массовым. Наши бойцы строили и Олимпийские объекты Сочи, работали и на космодроме Восточный. Случайные люди в судотрядах не задерживаются. Для меня студенческие отряды – это уже как жизнь, это отдельная такая часть моей жизни, которая меня раскрывает, помогает мне жить. Ну и это новые люди, все сейчас мои знакомые, с которыми я знаком, это в основном люди из студенческих отрядов. Сегодня стартовал набор волонтеров для организации Всероссийского слета студотрядов. Уже порядка 70 человек только за сегодняшний день заполнили анкеты, написали заявление. Новосибирск выиграл право проводить всероссийский слет, опередив другие крупные города. Бойцы студотряда со всей страны съедутся в наш город в ноябре. Ксения Климина, Дмитрий Кан, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Сегодня спасатели муниципальной аварийной службы вручили знамя почета по распоряжению мэра. Кроме этого, больше 20 человек получили значки за повышение квалификации. Спасатели сегодня поблагодарили за добросовестную работу и открыли доску почета. На ней представлено 16 лучших муниципальных спасателей. Сейчас штат укомплектован полностью. За прошлый год удалось спасти почти 800 человек. Более тысячи получили необходимую помощь. Ежедневно спасательная служба принимает около 10 самых разных заявок от крупных пожаров и взрывов газа до личных неприятностей. Ну и стандартные социально-бытовые заявки, оказание помощи при вскрытии дверей, это обеспечение доступа к бригадам скорой медицинской помощи, к тяжело больным старикам брошенным, к детям, которые закрыты, падение в различные ямы, колодцы, дорожно-транспортные происшествия. Ну, перечень огромнейший. В Новосибирске стартовал год российского кино. На торжественную церемонию пригласили ведущих режиссеров и операторов, а киноманам представили насыщенную программу всевозможных фестивалей, творческих встреч, выставок и концертных программ. Станислав Викушевич с подробностями из кинотеатра «Победа». Пока в Большом зале кинотеатра идет подготовка праздничного вечера, в фойе царит непривычная тишина. Сегодня здесь собираются скорее не зрители, а те, кто создает для них великую иллюзию. Сегодня здесь режиссеры, операторы, звукорежиссеры, монтажеры, а также представители очень редких кинопрофессий. Екатерина Кузнецова 40 лет проработала в системе «Новосибирск кино-видеопроката». И все эти годы она бережно и тщательно проверяет и сохраняет кинопленку. Сейчас липкая лента все равно. А раньше делали склеечку, например, что-то убирали. склеечку, ацетону клеили. Но это было, конечно, не... А липкая лента очень хорошо. На экране и в зале сегодня тем, кто своими руками создавал традиции новосибирского кино. В коротких видеозарисовках история западно-сибирской студии кинохроники в лицах. Для самих кинематографистов год кино – это прежде всего гарантии государственной поддержки своего дела и надежда на развитие кино в регионах. В кино, по крайней мере, сейчас есть некий оптимин, потому что пока я смотрю, как идут там подготовка к субсидированию документального кино, пока вызывает оптимистичную надежду. Как будет дальше, это покажет буквально где-то в марте, в апреле уже будет ясно, как пойдут субсидии. Дополнительные деньги уже есть. Так, 5 миллионов рублей выделено из бюджетов разных уровней на приобретение кинопроекционного оборудования для кинотеатров Тогучинского района. Серьезно будет переделан и городской театр «Синема». Там установят специальную аппаратуру, которая поможет смотреть кино людям с ограничением по слуху и зрению. Станислав Якушевич, Данил Смирнов, Новосибирские новости. В Театре «Глобус» сегодня состоялось с премьера спектакля «Песни нашего двора». На одной сцене играли профессиональные актеры, в том числе заслуженные артисты России и юные воспитанники театральных студий, около 60 детей и подростков. Артисты едва уместились на малой сцене «Глобуса». Действие спектакля разворачивается в 60-х годах прошлого века. Зрителю предлагают окунуться в атмосферу старого московского двора. Для того, чтобы лучше прочувствовать роли, юные актеры познакомились со старыми советскими песнями, научились отдавать пионерские салюты, завязывать галстуки. Детям такой ретро-спектакль очень понравился. Я бы, может быть, даже хотела бы переместиться туда в то время, потому что это очень интересно, примерить на себя роль вот такой девочки из 60-х годов. Это очень замечательно, такие песни мы прекрасные поем. Иногда кажется даже, что я из того времени, потому что мне ближе то время. И приятная новость для хоккейных болельщиков. В Сибирь на выезде победила Омский авангард со счетом 3-2. Ну а тем временем в Новосибирске состоялось открытие традиционной зимней спартакиады. Хоккей здесь – один из главных и самых зрелищных видов соревнований. Также на различных площадках города пройдут состязания по мини-футболу, лыжные гонки и эстафеты. В этом году организаторы отказались сразу от нескольких спортивных дисциплин. Нет шорт-трека, хоккея для старшей возрастной группы и эстафет для городских предприятий. Несмотря на это, в массовости спартакиада не проиграла. Участие в ней принимают более 800 любителей спорта. Заявились практически во всех видах все районы, кроме хоккея. В хоккее заявились шесть команд. Не заявились, не участвуют Зержинский и Первомайский. По причинам, не знаю, по каким причинам, видимо, не развивается этот хоккей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Каждые полчаса свежие новости на радио «Городская волна», частота 101,4 FM. С четверга на «Горволне» премьера ток-шоу «Вечерний разговор» с Артемом Роговским сразу после выпуска шестичасовых новостей. Гостем первой передачи станет депутат ЗАГС Собрания, советник мэра Андрей Жирнов. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Много интересного и полезного на сайте Новосибирские новости. Например, наши коллеги из интернет-редакции рассказывают о том, почему квартиры возле метро не дешевеют. И на этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok